Так получается, что люди в ней не живут духовным миром, а слушают артистов вот этих на сцене, которые им постоянно подсовывают сценарий каких-то духовных экспериментов. То есть вот из религии в религию предлагают им переходить. Я понимаю, что ты говоришь. А ты имеешь в виду, что как раз потребность людей, почему многие люди ездят, изучают разные религии, изучают разные практики и тому подобное, а потом печалятся, что вот столько лет вот езжу, занимаюсь у всяких лам, буты и всё остальное, а потом, как оказывается, я и как бы нигде не был, да? Вот я объясню это всё, чтобы было понятно, почему это происходит. Почему человек много времени как бы тратит на «занятия духовным», в кавычках, но духовным человеком не становятся. Вот если мы рассмотрим на модели, которую мы вот уже вторую передачу озвучиваем, это артисты на сцене и ты как Личность, зритель, сидящий в зале. Получается, что не ты ищешь духовного пути. У тебя есть стремление. Ты чувствуешь, что это необходимо и что это правда. Ты это чувствуешь. Но твоё сознание, то есть твои бесы или артисты, вот они как раз и играют в это. Понимаешь, они играют в духовность. Получается, они вместо тебя занимаются духовными поисками. Они занимаются медитациями, потом рассказывают, смотри, ты ж уже Будда, ты уже даже не ангел, ты вообще Будда, ты уже Бодхисаттва или ещё больше что-то там такое. Куда ж тебе больше, да? Вот вернёмся потом к этому моменту. Но что происходит на самом деле? На самом деле ты как сидел, так и сидишь. Ты как смотрел на своих артистов, на свои мысли, так и смотришь. Но ещё раз говорю, единственный, кто может из этого театра как раз и соприкоснуться с Миром Духовным, это ты, как зритель, то есть как Личность. Но артистам туда путь закрыт. Вот поэтому им обидно. Они опять-таки закон материи, это борьба за власть, поэтому сознание никогда не упускает возможности, скажем, проявить свою власть и покомандовать Личностью. Так и происходит. Они немножко дают вместо истинных чувств и ощущений, то есть восприятие того мира подсовывают, ну такие лёгкие соприкосновения, эмоции. Ну и человек вот, скажем, посмотрел это действие, воспринимает это как за правду на какой-то промежуток времени. То есть как будто бы сознание скармливает, да, как в игре пешки для того, чтобы сделать мат. Просто-напросто. Ведь сознанию гораздо выгоднее состояние субличности. Личности невыгодно. Для Личности это смерть. А для сознания это пролонгирование её существования. И для системы это интересно. Опять-таки почему? Потому что вот то, что называют адом или называют состоянием субличности, на роли не играет. Ну дело в том, что как раз наше сознание, как часть демонического этого мира или, ну как бы мы его ни называли, это часть материального мира на самом деле, оно продолжает существовать и потом. И ему это интересно. Оно питается. Манипулирует вот духовным, да, да, позволяет… Оно манипулирует всем, ведь ничего святого-то у неё нет у сознания. И опять-таки вот сколько раз мы говорили об этом, почему то же самое сознание, которое рассказывает зрителю Личности, то есть тебе рассказывает, что ты уже стал бодхисаттвой, но тут же заставляет тебя плевать на всё святое и отвергать всё святое. Ну так же? Вызывает в тебе что? Гордыню, самомнение, какая ты духовно просвещённая. Вот прям. Ну и тому примеров много. И примером тому может служить вот преподобный Зосим, да, его опыт существования. Он с детства думал, что он уже монах, что он служит Богу и тому подобное. С самого детства он ходил и даже считал, что с ним другие разговаривать даже не достойно, потому что он служит Богу, он его предстоятель. Ну пока в действительности не столкнулся с человеком, который действительно служит Богу. После этого он понял, что он, оказывается, всю жизнь слушал кого? Того же артиста, который рассказывал ему о рты. Служений таких случаев очень много. Вот хотелось бы перейти к такой теме. Задает вопрос зрители тоже о том, как жить духовным миром, жить как духовное существо вот в дне. Ну как жить? Сознанием точно не получится. А вопросы этот идут от сознания. И невозможно человеку вот так просто раз — и жить тем миром, понимаешь? Ну с другой стороны, это гораздо легче, чем кажется. То есть всё равно есть этапы, всё равно есть этапы самопознания. Главное не мешать зрителю идти к выходу из этого театра, отстать, понять, что ты зритель. Перестаёшь смотреть и слушать то, что тебе рассказывают, заставляешь их рассказывать тебе только то, что тебе нужно. Это в первую очередь. И во вторую очередь встаёшь и идёшь к выходу, и смотришь, какой мир прекрасный. Выходишь и живёшь. Я бы так сказал. Вот эти этапы на духовном пути. Человек чувствует, что он проходит эти этапы? Я на всё знаю. А как ты думаешь, человек чувствует эти этапы? Чувствует. А чё ты меня всё время пытаешь? Давай я тебя буду пытать. Вот рассказывай, что чувствует человек на этапах? Вот откуда человек понимает, что ему надо идти по духовному пути? Потому что то, что ты чувствуешь, становится гораздо более реальным, чем то, что происходит в трёхнерности. Хорошо. А что ты чувствуешь? Вот человек говорит, а что я должен почувствовать? Вот что ты чувствуешь? Ну я сейчас боюсь говорить трёхнерными словами, потому что… Почему так? Тяжело взять корзину ко мне и описать ими воздух, да? Если говорить о той Любви, горящей, которая внутри, то люди будут возгревать это физически как-то… Интересный момент. Вот сейчас ты говоришь «горячая Любовь», да? И вот именно вот эти «огненную Любовь», «горячую Любовь», ведь её описывали. То есть ты говоришь опять теми же словами, которыми говорили многие святые, которые даже не читали об этом, не знали этого, они не повторяли. Ведь об этом рассказывали, даже записывали за некоторыми святыми, которые были малограмотными отшельниками, они никогда не читали трудов каких-то, они не шли по наитию, вот они не шли от внутреннего. Они перебарывали своих бесов, наводили порядок на зрительной сцене и просто выходили. Понимаешь, вот из этого кинотеатра или театра теней в мире начинали жить. А потом за ними записывали люди. И вот они все говорили об огненной Любви. Вот это интересно. Или жар, жар Любви. По-другому его не опишешь. Это то, что человек чувствует и испытывает. Но опять-таки, что может сознание рассказать? Привязать к телу это. Обыкновенную изжогу описать как состояние. Или искать вот эти вот процессы в физическом теле. В физическом теле. Абсолютно правильно. То есть человек начнёт, значит, во мне должен быть жар, во мне должно быть какое-то жжение, и я должен чего-то любить. Понимаешь? Это как вот такая астрономическая такая любовь к какому-нибудь острому блюду и мучения потом от жара внутри, да? То есть… Вот ещё есть и такое интересное чувство простоты, но простоты в понятии целостности. И опять мы затраиваем очень интересный момент. Оно очень простое. Оно настолько просто, что некоторым приходится всю жизнь потратить, чтобы это понять ищить. Но на самом деле оно очень просто. И самое важное, что оно целостное. Вот человек, даже слегка соприкоснувшись с Миром Духовным, испытал первичный опыт, да, вот как многие, тот же Силуан вот описывал, ну и многие-многие другие святые, за кого бы они взялись. Ведь они все описывают целостность того мира, неделимость. И почему вот так тянет вот Личность, почему Личность это чувствует? Это огромная сила. Сказать, что она статична? Нет. Она живая. Утрачивает человек индивидуальность там? Нет. Но в то же время он един со всеми. Это как капелька воды в океане. Понимаешь? Вот в целом это океан, но капелька отдельно. Ну берём не капельку, ладно, там молекулка воды. Но в то же время она колышется вместе со всем океаном. Этот вопрос затронули духовной индивидуальности? А многих волнует. Так кто волнует? Сознание волнует. Ведь сознание, которое постоянно разделяет, оно ж и рассказывает, вот ты туда пойдёшь, смешаешься там, вот не ходи в религию, из тебя сделают зомби. Да никто никогда из человека ничего не сделает, если он этого не захочет, нигде. А путей к Богу много, но нет плохих религий. Люди плохие в этих организациях есть, как и везде. Опять-таки, а почему люди плохие? Потому что живут умом, а он разделяет. Он делает их жадными, он делает их эгоистами, он убивает в них всё святое, порабощая. И они начинают эксплуатировать религию просто для себя. Ну разве религия виновата здесь? Ведь в любой религии много и хороших людей, правильно? Ну я бы сказал так, превалирующее большинство в любой религии всегда хорошие люди. Иначе бы она просто перестала существовать, и людей бы не тянуло от этого. Правильно?